Купила грибы, а из холодильника на следующий день достала какую-то мягкую, скользкую субстанцию. Вы бы стали из такого что-то готовить. Вот и я не стала. А именно поэтому пригласила в гости Андрея Бабаева, чтобы он нас с вами научил выбирать только свеженькие и вкусные грибочки. Андрей, здравствуй! Привет, Надя! Ты меня действительно удивил. Я впервые в жизни вот так близко вижу, как растут шампиньоны и вешенки. Розводить печарицы для королевского стола наказал еще француз Луи XVI. Он первым решил одомашнити луговые грибы. А еще один француз, барон Жорж Осман, под час реконструкции Парижа, побудовав для этой работы новые подвольные помещения. Поприце, первые культивованные печарицы были очень небезпечными для жизни и здоровья. Полиция Парижа даже заборонила продаж таких грибов на тле массовых отруй. А вот для выращивания грибы зналася другая причина. Голод в послевоенной Немечине. Семейки грибы, что взросли на отходах деревни, были порятунком в голодные годы. Сегодня же никто не остается голодным. Андрей Бабаев уже замыть расскажет, как правильно обирать до стола грибы, чтобы отримать от них лишь корость. Ты сам вырастил грибы? Растил целый месяц. Растил, но такие вырастил и привез их к тебе. Значит, сегодня, помимо того, что мы научимся выбирать правильные грибы в магазине, свежие, вкусные, мы еще и узнаем секреты выращивания грибов? Конечно. Мы сегодня узнаем секреты выращивания, как правильно их выбрать, как не ошибиться. Тем более сейчас пост, и люди часто заменяют мясо, либо же рыбу грибами. По своему физико-химическому составу грибы часто напоминают мясные и рыбные продукты. По количеству белка и по количеству входящего в него фосфора. Но если мы грибы выберем все-таки неправильно, мы можем отравиться и попасть в больницу на больничную койку. Потому что грибы могут быть отбелены, напичканы водой, и они при том будут неполезны вообще. Я всегда думала, что и шампиньоны, и вешенки выращивают практически в стерильных условиях, в специальных помещениях. Там профессионалы этим занимаются. И была уверена, что никакой опасности от этих грибов нет. Действительно, вырастить грибы можно где угодно, а вот то, о чем ты сказала, занимаются грибные фермы. Ну, назовем их так. Это специальные фермы, специальные площадя, где стоит дорогое оборудование, конкурируются температуры, влажность. Но не все грибы выращиваются подобным способом. То есть эти грибы вырастил я сам, как ты видишь, для этого требуется просто обычный ящик и обычный полиэтиленовый пакет. В принципе, ничего сложного нет. Все зависит в производительности и количестве выращенных грибов. То есть ферма может давать большой урожай, а мы дома можем вырастить в небольших количествах. Но тем самым можем эти же грибы продавать в магазин, на рынок, и никто не будет знать, откуда эти грибы поступили. Если гриб будет выбран правильно, то и приготовление, и хранение его будет правильным, гриб не будет портиться. Если гриб будет выбран неправильно, соответственно, гриб сразу у нас дома, скажем так, погибает. Значит, первое правило – это свежесть гриба. Грибы – скоропортящийся продукт. И очень большое значение имеет соблюдение температурного режима. Почему свежесть гриба зависит от температуры, мы поинтересовались на грибопроизводстве. Если мы даже его разрезаем, он еще может сутки ростить. Но если мы его разрезаем, мы его должны охолодить до температуры 2-4 градуса. Но в магазине не всегда прилавки отвечают температурному режиму. Гриб начинает обсуваться, раскладываться, и появляться в нем гиркота. Он перестает быть смешным. Грибы, как и любой продукт, в котором присутствует влага, который свежесрезанный, либо же свежесорванный, может храниться в разных температурных условиях разное время. То есть, если температура плюс 4 градуса, то гриб может храниться до 5 суток. Если температура плюс 10 градусов, соответственно, 2 суток. Если температура уже плюс 18 градусов, как мы поговорили, это уже срок хранения 6 часов. После этого он просто-напросто теряет свои потребительские свойства, происходят процессы гниения, гриб обезвоживается. И тем самым мы покупаем изначально некачественный продукт. То же самое, что вы купите очень сильно гнилое яблоко, либо же какой-то другой гнилой фрукт. То же самое... Ну, поразительно, ведь грибы продают круглый год, в том числе и летом. Когда температура намного выше, чем плюс 18. И я так подозреваю, что на улице они лежат не один день, а тем более не 4-6 часов. Действительно, то есть об этом следует помнить в летний период. В период, когда размножаются молниеносно патогены микрофлора, бактерии разные не попасться на изначально испорченные грибы. Еще хотел бы сказать про упаковку. Если это вакуумная упаковка, то грибы в вакуумной упаковке могут храниться 6 суток. Ну, это хорошо. Но есть и минус. У такого способа упаковки грибов дорого. Я видела в магазине 10 грибов, иногда только шляпки даже продаются в вакуумной упаковке, а стоит 14 гривен. Действительно, цена дорогая, но эта цена оправданная. То есть себя таким образом защищает производитель. Производитель вкладывает деньги в упаковку. Тем самым его продукт долго продается, и он продается всегда качественно. Производитель для нас стремится сохранить на более долгое время свежий продукт. Преимущество в вакуумной упаковке. Напрочь отсутствует воздух, соответственно, останавливаются окислительные процессы, гриб не портится и хранится долгое время в таком красивом виде. Ну, а есть еще вот такие варианты, я вижу, у тебя. И в магазине такое часто встречается под пленкой. Это тоже хорошо? Что касается упаковки под стрейч-пленкой. Есть два вида упаковки. Производственная и упаковка непосредственно на месте. Какие отличия? Производственная упаковка. Здесь лежит ярлык с надписью продукта, с производителем, адресом производителя. Ну, соответственно, состав, массой и датой изготовления и сроком годности. Хороший производитель не захочет запятнать свое имя и, соответственно, постарается упаковать самый лучший урожай и сделать это правильно и качественно. А вот касаемо таких упаковок, которые упаковываются уже в супермаркете, готовьтесь, что в этой упаковке может быть намешано несколько урожаев. Сверху могут лежать еще грибы, более или менее подходящие для приготовления, а внизу упаковки нас может ждать просто-напросто гнилой сюрприз. То есть пытается скрыть плохие грибы внизу упаковки. Соответственно, здесь будет нечетко указан производитель, он может быть вообще не указан. Может быть просто нанесена дата, и то это будет дата фасовки, а не производства, не срезания гриба. Но тогда получается, что наиболее выгодно и легче всего проверить грибы, которые продаются на развес. Я с тобой абсолютно согласен, потому что этот гриб мы можем взять, понюхать, потрогать. Итак, первое правило выбора – это запах. Приятный грибной аромат. Не каждый может сразу разобрать, чем пахнет гриб. Тухлым яйцом может пахнуть, нашатырный спирт. А из-за чего грибы могут пахнуть аммиаком? Это, кстати, часто задаваемый вопрос на интернет-форумах по грибам. Почему так происходит? Гриб выращивается на субстрате, либо же компосте. Компост может состоять из разных ингредиентов. Это солома, опилки, зерно. Часто может использоваться куриный помет. Именно куриный помет при разложении выделяет аммиак. То есть если процесс брожения куриного помета происходит неправильно, образуется большое количество аммиака. И этим аммиаком пропитывается сам гриб. Слушай, а вообще это нормально, что куриный помет для компоста используют? Ну, давайте послушаем грибного технолога. Ну, давайте. Склад, из которого готовится субстракт. Солома, курочий послит, гипс и, конечно, вода. Все это перемешивается, переробляется бактериями, пастеризируется при температуре до 80 градусов. Так что этот субстракт фактически экологически чистый. Когда идет процесс ферментации, выделяется аммиак. Сам по себе аммиак дуже шкодливый для людини. Но при правильном процессе ферментации является поживными речовинами для печерин. Аммиак – вредный газ. Все это прекрасно знают. Если дышать концентрацией, соответственно, можно получить и ожог слизистой, и, да, головокружение, все что угодно. Но, конечно, в том количестве, который аммиак присутствует в грибах, ничего страшного для нас не несет, кроме как вкусовых ощущений. Ну да, но иногда этот запах явный, а иной раз он как будто отсутствует. А теперь я уже подозреваю все грибы. Следует разломить гриб и понюхать его. К счастью, этот аммиаком не пахнет. При жарке, при высокой температуре запах аммиака начинает усиливаться. И вот тогда мы понимаем, что он был выращен по неправильной технологии. Лучше, конечно, от таких грибов отказаться и в следующий раз у этого поставщика, либо же в этой точке их не покупать. Многие грибопроизводители субстраты покупают и сами его не делают. Поэтому существует много хороших профильных предприятий, которые занимаются, соответственно, подготовкой субстрата и правильно компоста. У них легко заказать почву для домашнего грибопроизводства и выращивать такие замечательные грибы обычному человеку у себя дома, в подвале, либо же на балконе. И блоки с субстратом и компостом можно купить банально с доставкой через интернет. И лучше приобрести засеянный грибной блок. Стоимость блоков примерно вешенки это 50 гривен, шампиньоны 60-70 гривен за блок. Сколько же грибов можно вырастить благодаря одному такому блоку? С помощью такого блока за сезон урожайности, это примерно 3 урожая будет, можно вырастить около 15 килограммов грибов. Восемь раз примерно экономия. Быстро растут грибы? Грибы растут в течение месяца примерно. Ну вот эти росли месяц точно. По своему небольшому грибному опыту могу сказать, что проще все-таки выращивать вешенки, нежели шампиньоны. Потому что шампиньоны они более привередливые, и если упустить где-то процесс выращивания, просто-напросто можно погубить эти паростки грибов. Что еще можно определить по внешнему виду и состоянию гриба? Второй критерий – это упругость. Если продукт плотный, соответственно, это свежий гриб. Если он мягкий, как губка, соответственно, этот гриб не свежий. Этот гриб плотный, он быстро восстанавливает свою форму, он не мнется. Соответственно, это свидетельствует о его свежести. И теперь проверим то же самое на плохом грибе. Мы видим, он мягкий, он как губка. Ну, соответственно, внешний вид тоже непривлекательный, и он грибом совсем не пахнет. А на вешенке это правило тоже распространяется, чтобы шляпка гриба была упругой? Да, если она упругая, значит, гриб нормальный. Если она мягкая, как губка, соответственно, гриб некачественный, покупать его не стоит. Слушай, Андрей, а иногда, вот на этом грибе хорошо видно, такая влажная шляпка бывает у гриба? Да, это тоже некачественный гриб. Почему? Миросовестные производители пытаются перед продажей поливать грибы водой для увеличения веса и продать на рынке вместо гриба просто-напросто воду. То есть, если вы покупаете грибы, и они уже неприглядного вида, особенно если вы под пленкой видите капельки влаги, будьте бдительны. Грибы могли либо же промывать, либо же просто дополнительно поливать водой, чтобы увеличить вес упаковки. Прекрасно, что есть вот такие правила выбора грибов, благодаря которым мы не ошибемся. Но, наверное, есть индивидуальные особенности у вешенок и у шампиньонов. Да? Действительно, они есть. Недаром у нас стоят вот эти макеты идеальных грибов сегодня. Итак, идеальный шампиньон. Первое. Цвет от белого до коричневого. То есть, цвет зависит от сорта. Есть два варианта шампиньонов. Это белые и шампиньон коричневые. То есть, если коричневая шляпка на шампиньоне, не стоит бояться. Главное, присмотреться на этикетку. Это, скорее всего, будет королевский шампиньон, которому родной, скажем так, золотистый или коричневый цвет. Мы привыкли именно к белым шампиньонам, а их очень часто могут отбеливать. С помощью лимонного сока, лимонной кислоты. Чтобы не темнели. Чтобы они не темнели, да. Есть другой вариант со свежими грибами. Немного другая история. Вот такая замечательная желтая жидкость. Это... Яблочный уксус? Это хлор. Хлор? Да, именно с помощью хлора замачивают грибы, и грибы отбеливаются. Да ты что? Ну, подожди, это же, наверное, нельзя делать? То есть, это нарушение технологии? Это делать нельзя, это нарушение технологии. Итак, начнем наш эксперимент. То есть, берем парочку грибов, закладываем их сюда в воду и добавляем небольшое количество хлорки. По сути, таким образом, нам не свежий гриб пытаются выдать за свежий. Недобросовестные производители пытаются грибы таким образом реанимировать. Ну, ладно, пусть они тут лежат, а мы пока что будем делать? А мы пока будем дальше проходиться по выбору правильных шампиньонов. Отсутствует рисунок. Что такое рисунок? Сейчас я подробнее покажу. Значит, когда мы дотрагиваемся пальцами, руками до шляпки гриба, он получает микроожог в этом месте. Чем чаще трогали грибы в супермаркете, тем они быстрее потемнеют. И, соответственно, появляются на грибе вот такие пятна. То есть, называется рисунок на шляпке гриба. Если это есть, соответственно, гриб уже просроченный, он некачественный, он хранился долгое время. Соответственно, такой гриб может еще быть и больным. Вот такие коричневые точки, коричневые пятна свидетельствуют о том, что гриб уже вот-вот начнет гнить, он испортится и будет, соответственно, некачественным. В идеале шляпка гриба не должна совсем иметь рисунка, либо же пятен. Итак, следующее правило. Пленочка гриба не поврежденная. Ну, все это прекрасно знают, что шляпка не раскрыта. Соответственно, гриб собрали вовремя. Видим два вида гриба. Один хороший, другой уже совершенно некачественный. Если мы подковырнем юбочку, либо же ее разломаем, мы увидим здесь приятный розовый цвет, розовые пластинки. То есть, это свидетельствует о свежести гриба. А на старых грибах она коричневая. Вот одна, вот вторая. Итак, следующий параметр, мы его уже проговорили, это пластинки розового цвета. И следующий, последний параметр, это короткая ножка. О чем это говорит? Длина правильной ножки должна составлять 2 третьих диаметра шляпки. То есть, чем длиннее ножка, тем некачественный гриб мы покупаем. Почему? Ножка – это балласт гриба. В ней меньше всего полезных веществ. Для грибов высшего сорта самая ценная является его шляпка. В ней как раз содержатся все полезные вещества, за которые мы ценим грибы. Ножка должна быть короткообрезанная. А тем более, если мы покупаем грибы и ножка вообще не подрезанная, и еще присутствует грязь, соответственно, просто-напросто на нас пытаются заработать и продают нам изначально некачественный, неправильный гриб. Ну да, то, что мы и есть-то не будем, а нам все-таки это продают. Да, это гриб, неправильно оформленный для продажи. И еще ножка должна быть без пустот. Вот здесь мы видим пустоту. То есть, соответственно, ножка должна быть без пустот. Давай же посмотрим, чем закончился наш тест с отбеливанием. Я думаю, всем интересно посмотреть. И нам, и вам в первую очередь. Итак, одену перчатку. Запах не из приятных. Еще бы, тут хлор. Хлорка, конечно. Нам нужна будет еще та мисочка для того, чтобы эти грибы помыть. Обмыть. Обмыть. Будем обмывать грибы. Гриб до обработки хлоркой был вот такой, то есть с коричневыми пятнами, уже довольно-таки неприглядного вида. Стал вот такой беленький, скажем так, посвежел немного. Грибы, обработанные хлором, будут долгое время сохранять свой белый цвет, даже при высокой температуре. То есть при том, когда мы их будем кидать в сковородку. А грибы, которые хлором не обработаны, потемнеют при температуре довольно-таки быстро. Если вы купили грибы, жарите их, а они у вас долгое время не темнеют, следует задуматься. Грибы, скорее всего, были чем-то обработанные, и нужно быть осторожными, лучше отказаться от их приготовления. Итак, что мы будем делать? Мы будем жарить на двух сковородках отбеленные грибы, и будем жарить нормальные грибы. Те грибы, которые потемнеют быстрее, те будут нормальными. Которые будут сохранять долго белый цвет, будут отбеленными грибами. Да, обработанные хлором. Берем одни грибы и вторые. Делаем это все одновременно. Не перепутай, пожалуйста. Отбеленные грибы, свежие грибы, нормальные. Вот уже заметна разница кое-какая. Да, эти грибы были в воде, то есть они напитались водой, соответственно, вода выпаривается. Кстати, эти грибы не были в воде, они сухие, абсолютно нормальные. Но подольем немного масла для жарки грибов, и будем наблюдать за их цветом, что же будет происходить. Итак, что мы видим? Одни грибы потемнели, а другие грибы остались белыми. Что и требовалось доказать. Да. Какие все-таки грибы лучше использовать для жарки? Шампиньоны, о которых мы уже практически все знаем, или вешенки, о которых ты рассказал еще совсем немного? Для жарки лучше использовать вешенки. Почему? Потому что шампиньон – это более влажный гриб, он на 90% состоит из влаги. В вешенках больше сухих веществ и меньше воды. Соответственно, если мы пожарим одинаковый объем вешенок и шампиньонов, то после жарки вешенок будет намного больше, нежели шампиньонов. А по вкусу? По вкусу. Это уже дело каждого, то есть на любителя. Но в Европе, могу сказать так, чаще жарят вешенки, нежели шампиньоны. Ой, какая интересная новость. Тем более, если учесть, что вешенки традиционно чуть дешевле, чем шампиньоны, и многие их предпочитают. Так как же правильно выбирать эти грибы? Давай поговорим о вешенках. Макет правильных вешенок стоит рядом с тобой. Там. И я готова раскрыть все тайны вешенок, конечно, под твоим руководством, потому что ты знаешь. Итак, идеальные вешенки. Вот. Был идеальный шампиньон, теперь идеальная вешенка. Первый параметр – цвет должен быть коричневый. Чем темнее и коричневее вешенка, тем полезней, потому что в ней больше витамина D. Соответственно, витамин D, как мы знаем, укрепляет наши кости. И, кстати, витамин D содержится в очень малом количестве продуктов на самом деле. Чем темнее, тем вешенка правильно выращивалась. Чем выше температура выращивания была, тем хуже их качество, потому что гриб не успевает нормально созреть. При низкой температуре, 14-16 градусов, получают более темно окрашенный и плотный гриб. При повышенной температуре, выше 18 градусов, грибные тела становятся рыхлыми и светлыми, как здесь. Вот даже можно сравнить. И теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь более темные, более светлые вешенки. Вроде бы и те, и те так бодренько выглядит, но вот такой гриб лучше, да? Такой гриб лучше, да. Он более коричневатый. Этот гриб более бежевого цвета. Это хороший, это плохой. Следующий критерий. Края шляпки загнуты в середину. Вот именно. О чем это говорит? То есть в процессе роста вешенки шляпка вначале имеет воронкообразную форму, ну, примерно как вот здесь. Затем края шляпки начинают уплощаться, как на этом варианте. Но самый свежий, молодой и полезный гриб, это будет с краями, которые будут загнуты вовнутрь. То есть если вы увидели вешенку, края, которые загнуты вовнутрь, покупайте смело. Гриб будет вкусный, полезный, в состоянии готовности. А вот такие грибы, у которых края, можно сказать, куда попало, загнулись? Ну, это гриб-переросток, скажем так. Он вырастал в неправильных условиях, не соблюдалась технология роста, была неправильная температура их созревания. То есть гриб действительно загнулся? Да, можно сказать так. Следующий критерий. И диаметр до 100 миллиметров. Шляпка должна быть не менее 40 и не более 100 миллиметров, то есть 4-10 сантиметров. Это как раз техническая зрелость гриба. Здесь шляпка у нас 8 сантиметров, то есть это нормальный, хороший гриб. А вот посмотри, я нашла великана. Казалось бы, пожаришь один гриб и всю семью накормил, а нет. То есть здесь шляпка уже около 12 сантиметров, и, соответственно, она уже рыхлая, с порванными краями. Это уже говорит о том, что гриб переросток, но все-таки это не тот вариант, который мы бы выбрали для приготовления. И опять направляюсь к модели идеальной вешенки для того, чтобы узнать еще один критерий выбора. Да. Без трещин по краям шляпки. Если есть трещины по краям, это говорит о том, что гриб довольно-таки старый. Нормальный гриб фактически, практически не будет иметь трещинок. Трещинки могут образовываться при неправильной транспортировке, либо же неправильном хранении. Тут вот трещины видно, что в процессе роста образовались. Ну и гриб хранился при неправильных условиях, при низкой влажности, и, соответственно, он уже обезвожен и высох. Там еще один критерий есть выбора вешенки. Еще один критерий. Без желтых пятен. Если грибы имеют вот такие желтые пятна, вот как здесь, соответственно, он уже старый и несвежий. С выбором грибов полностью разобрались. Спасибо тебе огромное, но ты еще не все секреты выращивания грибов раскрыл, а ведь ты уже постиг эти методы. Итак, купили субстрат, поливаем его водой, а когда появились уже грибнички, мы должны часто его подпитывать, то есть создавать влажные условия роста. Но немного, дабы водой не перелить, потому что тогда грибы просто-напросто погибнут. Так а их нужно в темном месте где-то разместить? Очень важно не превышать за две недели 20-ти градусной температуры, иначе грибницы просто-напросто не прорастут. А дальше необходимо снизить температуру до 12-15 градусов. Например, вынести грибы в подвал, либо же на балкон. Важно регулярно проветривать помещение. Плодовые тела вырастают примерно за одну-полторы недели, и можно собирать первый урожай и радовать свое окружение. И, конечно, грибы, выращенные дома, самостоятельно, самые вкусные, наверное. Ты уже что-то из них готовил? Конечно, готовил. Хороши? Супер. Но я уверена, что у нас получится выбрать и качественные, хорошие грибы в магазине или на рынке, потому что все секреты ты раскрыл. Спасибо тебе огромное. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись с друзьями. Чтобы получить первые мои советы, подписывайся на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!